О транспорте и дорогах. В пятницу состоялись общественные слушания проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Проект предусмотрен к реализации с 2017 по 2025 годы. Обсудить проект пришли представители управления благоустройства, общественники, перевозчики. Одним из основополагающих условий развития городского округа Иванова является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Плановое и поэтапное развитие транспортной инфраструктуры требует тщательной подготовки и разработки основных мероприятий, которые должны найти отражение в программе развития транспортной инфраструктуры. Программа разработана на перспективу. Значительное внимание уделят магистралям, а также дорогам, соединяющим центр и отдаленные микрорайоны. Уже в этом году планируют завершить разработку проектно-сметной документации на строительство моста через Уводь по улице Набережной. Начнут в 2018-м, завершат в 2019-м. Отдельный вопрос, как обычно, касается транспортного сообщения. В течение последних лет произошло определенное изменение в сфере регулярных перевозок транспортом общего пользования, приведшее к возникновению существенных проблем в организации перевозок пассажиров в багажа. А именно, произошло первое – перенасыщение парка подвижного состава транспорта общего пользования транспортными средствами особо малого и малых классов. Кроме того, некоторые маршруты дублируют друг друга, а значит, буквально забивают транспортную сеть. Проблему может решить только пуск транспорта большой вместимости и снижение количества маршруток. Представители профсоюзов предлагают наладить работу троллейбусов. То есть, вот как навести этот порядок? Как, чтобы было удобно и пассажирам, и тем, чтобы экологически чистый транспорт, гор-электротранспорт, все-таки получил развитие в городе Иванове, как в областном центре? Поймите, значит, сейчас мы в рыночных отношениях, и поэтому надо развивать, так сказать, производство так, чтобы оно было неубыточно, чтобы оно приносило прибыль тоже городу. Если предприятие будет работать с прибылью, значит, мы будем улучшать условия для граждан, мы будем закупать новые транспортные средства, будем развивать линии, новые маршруты. МОП и ПТ ежегодно получают субсидию в размере более 250 миллионов рублей. Сейчас, по словам специалистов, ситуация налаживается. Предприятие стало работать безубыточно. Шансы на сохранение и развитие троллейбусного сообщения повысились. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова.